Челябинцев приглашают поучаствовать в фестивале «Школьное кино» имени Сергея Аполлинаровича Герасимова. Да, нацелен на то, чтобы повысить уровень кинематографа. Чтобы разные детские студии, юные авторы могли сравнить свои работы с работами таких же начинающих. По сути, проведение фестиваля «Школьного кино» — это первый этап в создании некоего методического центра, в который могли бы обращаться люди за помощью. Итак, как подать заявку и какие критерии, расскажет наш гость у нас в студии Виталий Тарасов, директор киноцентра имени Сергея Герасимова. Доброе утро! Доброе утро! Итак, расскажите, пожалуйста, среди каких возрастов конкурс проводится и кто может принять участие? Ну, первое — дети от нуля до восемнадцати. Так. Ух ты! Прям так всё серьёзно, да? Почему бы нет? Второе — мы сегодня первый раз говорим об этом в средствах массовой информации, о том, что мы запустили фестиваль «Школьного кино» имени Сергея Поляновича Герасимова. Итоги будут подводиться 21 мая следующего года, в день рождения нашего знаменитого земляка. Идея родилась месяцев 9 назад, как и положено, долго вынашивалась. Почему мы так решили? Потому что дети на сегодняшний день снимают на телефоны всё, что угодно. Выкладывают это в разные соцсети и прочее. Исходя из того, что мы уже сейчас делаем несколько взрослых фестивалей, вот 23 октября будет у нас фестиваль экологических фильмов и рекламы, уже шестой. Дальше у нас «Урал, я люблю тебя» пятый в этом году, в следующем году будет у нас в марте месяце «Золотые аплодисменты» десятый. И вот школьное кино, потому что кадры нужно растить. Растить, да. Это первое. Второе. Почему не делать хорошие вещи и не делать узнаваемым регион? Потому что наша задача в этом школьном фестивале, там порядка 10 номинаций, активизировать работу с детьми. Потому что на сегодняшний день у нас есть в городе студия детского кино, «Доброе кино». В этом году они ездили на фестиваль «Аллы и паруса» 26-й. Было 190 детей со всей России. И 19 детей было в Челябинске области. 10 процентов. Хорошее, хорошее количество. Хороший результат, да. И у нас есть студия «ШКИТ», школа кино и телевидения. У нас есть «Придворцы пионеров», у нас есть «Челфильм». И общаясь с разными конфессиями, мы поняли, что есть еще и даже при церковно-приходских школах киностудия. Ну, то есть показать есть что, правильно? Есть, безусловно. И пока это никто не объединил. Мы посмотрели опыт Тюменского кинофестиваля «Алоль плюс» и поняли, что, в принципе, наша область намного богаче талантами и есть потенциал. Это правильное мнение, действительно богаче. Расскажите, какая же будет тематика? Может, какие-то будут номинации? Вы сказали, что их будет 10, а что это за номинации, если действительно какая-то общая объединяющая тема? Можно разделить на две категории – игровую, неигровую. Режиссерские работы, сценарные работы, все как у взрослых. Лучшая женская роль, лучшая мужская роль. То есть вот в этих критериях мы заложили номинации, но большая часть нацелена у нас все-таки, я бы сказал, на патриотизм. Мы в первом фестивале закладываем такие позиции, как моя школа, моя любимая учительница, мой двор, мой город, мой поселок и прочее, прочее, прочее. Это как сочинение в школе тоже. Ну, можно сказать, да. Ну, а еще нас, конечно же, интересует, кто будет оценивать эти работы и, опять же, какие будут критерии? Жюри будет разностороннее. Буквально на днях мы согласовали одну из кандидатур – это Илья Белостоцкий, Илья Дмитриевич Белостоцкий, правнук нашего знаменитого почетного гражданина города. И он в этом году выпустил фильм вместе с Владиславом Крапивиным «Бег с ворогатых викингов» или «Приключения Сони» Джонни Воробьева. Он у нас 4 апреля стартовал в Пушкине. Сейчас идет победоносное участие во всех фестивалях. За этот год он уже 5 кубков, 5 призов взял. И он у нас один из первых членов жюри. Вчера мы договорились с хорошим нашим оператором Тимуром Халикомом. Он работает с разными киностудиями на территории Российской Федерации и тоже дал добро. То есть мы начали подбирать… Ну, в общем, это будет очень компетентное жюри. И, наконец, главный вопрос. Вот сейчас нас смотрят зрители школьного возраста. Вопрос, куда? Заявку подавать? Заявку нужно подавать на единую площадку фестиваля. Мы сейчас ее создали. Она называется «Кинофест 74». Куда можно зайти и посмотреть обо всех фестивалях, и положения, и ролики. Спасибо за вашу инициативу. Спасибо, что вы так берете в свои руки детей. У нас в студии, напомним, был Виталий Тарасов, директор киноцентра имени Сергея Герасимова.